Мальчики и девочки, настало время для самой лучшей программы о видеоиграх... Игробот! Игробот! Люди, вас обманули! Вместо фэнтези и драконов вам пытаются подсунуть очередной Doom-клон. После того, как id Software создали Wolfenstein 3D, они ушли в бесконечное самокопирование. Ха-ха-ха! Как я вас разыграл! Quake — это лучшее, что вы мешки с мясом изобрели. Это лучшее, чем тройной одеколон. Если вы интересуетесь играми, то вы уже всё знаете о Quake и успели его из всемирной сети интернет скачать. Если нет, то мне придётся заняться искоренением вашего невежества. Разорвал, ламеры! Quake — это шаровара. А шаровара — это такая программа, которая распространяется бесплатно. Но не полностью. И дополнительные уровни Quake придётся докупить. Только вот зачем? Помните первый Doom? Там же всё самое лучшее было в первом эпизоде. Как бы ситуация не повторилась. Ведь во всём остальном, Quake продолжает и развивает идеи Doom. Вы снова безымянный морпех и снова адские полчища прут из порталов. Только на этот раз главным злодеем выступает не Козлиная Морда, а некий Quake, собирающийся захватить мир с помощью древних богов. Которых вы, мешки с костями, зачем-то придумали. Главное отличие в том, что всё вокруг по-настоящему объёмное. И собрано из выпуклых многоугольников. Трупы монстров больше не поворачиваются к вам ногами. Их можно рассмотреть со всех сторон. Здания могут быть многоэтажными. А под водой скрываться целые лабиринты. Только посмотрите на эту воду. Как она преломляет изображение. И гранаты отскакивают от стен в соответствии с законами физики. А с каким звуком они это делают? Для полного раскрытия потенциала этого революционного имитатора виртуальной реальности, вам понадобится специальный манипулятор типа мышь. Впрочем, идейные трактористы могут играть и на клавиатуре. Снаряды будут попадать куда надо. Не всегда, но почти что всегда. Я прошёл все уровни на клавиатуре без каких-то проблем. Всего их в шароварной версии 8. Они никак не связаны ни сюжетно, ни тематически. Большинство из них сделано вчерашним поклонником Doom, Тимом Уиллетсом и каким-то патриотичным парнем по имени Американ. И если Американ Бой подаёт большие надежды, то Тим Уиллетс забывает подогнать размер проходов под монстров. И о том, что кидать двух шамблеров на третьем уровне без укрытия, это как-то не по-людски. Почему гениаль Миромеро сделал только один уровень? Наверное, чтобы вы купили уровни его производства. Хитрые черти! Заканчивается эпизод битвы со спалинским лавовым гигантом. Чтобы его одолеть, вам придётся проявить немалую смекалку. Ведь ни пули, ни ракеты его не берут. Надеюсь, что в последующих эпизодах боссы будут ещё больше и ещё коварней. Единственный минус Квейк – это то, что он будет распространяться на компакт-дисках. Почему они не могли уместить его на дискетах? Вы видели размер этих компакт-дисков? Они в мою щель не пролезают. А всё из-за того, что музыку пишет какой-то популярный молодёжный исполнитель. Девять жареных гвоздей. Или что-то в этом роде. Он также озвучивает и главного персонажа. Одарённый разными талантами человек. А ещё Квейк требует Пентиума. Без него нормально поиграть не получится. Так что станет ли Квейк всенародной игрой, как в своё время стал Doom, с должной точностью сказать нельзя. В чём сомнений нет, так в том, что Квейк 2 появится в скором времени. И что он будет мало отличаться от Квейк 1. Но это в будущем. А пока копите на апгрейд. Ленин жил, Ленин умер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова